Рабочие укладывают финишный слой асфальта на семафорной. Дорогу сделали вплоть до предмостной. А вот ремонт самой площади теперь под вопросом. Накануне на сессии Горсовета депутаты не смогли принять корректировку бюджета города. В общей сложности краевое правительство выделило полмиллиарда рублей на дополнительный ремонт нескольких участков дорог. Городским депутатам оставалось лишь принять эти средства, но на сессии не хватило одного голоса. Из 26 присутствующих депутатов «За» были 18, при кворуме в 19. Вопрос дорожного ремонта пришлось отложить. О том, что допремонты нужны, говорили на прошлой неделе глава региона и мэр города. Дополнительное финансирование точно будет. Мы не так давно обсуждали ход исполнения бюджета. У нас есть ресурсы, которые сегодня могут быть направлены на такой важный вопрос, как улучшение качества дорог в городе Красноярске. Главная цель корректировки – соединить между собой уже сделанные участки. Мэрия решила не медлить и с начала недели утвердила большой список улиц. Среди них «Линейное», «Мужество», «Северо-Енисейское», «60 лет Октября», «Гусарова», «Тотмина» и многие другие. Но не все городские депутаты на сессии согласились с выбранными участками. С перечнем самих этих дорожных объектов ремонта никто депутатов почему-то не посчитал ознакомить. Выкатили нам его, что называется, из кармана, вынули уже чуть ли не на самой сессии. Для примера, советский район, самый большой в городе Красноярске, вообще в этом перечне отсутствовал. Тормозить с ремонтом дорог нельзя, уверены другие депутаты. Пока погода позволяет, дорожники еще могут успеть отремонтировать часть городских улиц. Чтобы процесс пошел быстрее, власти даже пошли на бюрократические уступки. В качестве источника расходов мы пока технически предусматриваем бюджетный зритель из краевого бюджета. Для того, чтобы перестать эти расходы, но все же предусмотрено решение, что при осеннике полиции краевого бюджета, это где-то отчет Мояды, и средства будут возмещены в виде субсидий из краевого бюджета. Если выделенные средства не уйдут на ремонт дорог в этом году, краевую субсидию придется вернуть. Она, говорят, в Горсовете целевая, а значит, ни на что другое ее потратить нельзя. Конечно, проблем в городе намного больше, чем на 500 миллионов, начиная от детских садов, школ и так далее. Но это работа, которая не делается за один месяц. То, что касается дорог, оно как раз делается за один месяц. На мой взгляд, либо часть депутатов не поняли, в чем заключается смысл этого всего, либо не хотели понять. Причины недопонимания, говорят депутаты, могут быть и политическими. В преддверии выборной кампании многие депутаты хотят переизбраться. И, по всей видимости, просто не увидев в корректировке бюджета тех улиц, которые планируется отремонтировать, не проголосовали за эту корректировку. Очень жаль, что депутаты ставят свои интересы выше интересов жителей города. Ближайшая комиссия по бюджету пройдет завтра. Там депутаты еще раз обсудят все детали и проведут разъяснительную беседу для тех, у кого еще остались вопросы. А в пятницу проведут повторное голосование на внеочередной сессии горсовета. Стефания Микишова, Илья Гришан. Новости Прима.